Дружко, коровай, крае! Дружко, коровай, крае! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Это перформанс группы японских барабанщиков, выступление которых демонстрирует силу и мощь тайка, искрометный юмор артистов и захватывающие представления. Искусство японских барабанов восходит к IX-X веку. И есть такое предположение, что эти барабаны, они называются тайка, они пришли из Кореи и Китая. Но как шутят японцы, обычно к Японии приходят какие-то технологии, затем дальше уже идти некуда, потому что океан. Японцы начинают шлифовать и выдают как собственный продукт. Вот у барабанов тайка точно такая же история. И японские барабанщики, которые приехали принимать участие в открытии фактически года Японии в России, к нам в Республику Татарстан, значит они играют вот на таких барабанах. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Игра «Натанька» — это грандиозное сценическое действие, где визуальная часть выступления столь же важна, как и акустическая. Сама по себе группа тоже очень интересная. Фактически эту группу создал преподаватель университета, в котором молодежь изучает сценическое искусство. И участники этой группы — это фактически его студенты разных лет выпусков. И личности этих людей тоже очень интересны. Среди этой группы есть актёры, которые в Японии занимаются, например, стандапом. Один актёр. Второй актёр комедийный, мечтает о том, чтобы стать телевизионным актёром, но при этом пишет книги. И у него уже вышли три книги в Японии. Ещё один играет на африканских барабанах и является владельцем и менеджером в отеле. Вот такая необычная судьба у молодых участников группы «Гёте». Соши-сан, ещё во время студентов, будучи студентом, он слушал, как его сэмпай, то есть те студенты, которые старше, чем он, играли на этих японских барабанах, и он очень проникся этим. И именно в этот момент почувствовал себя японцем настоящим. Во время летних праздников в Японии есть такой барабан, который называется «Бодайби». Вот во время этих летних праздников, играющих на этих барабанах, люди слушают и танцы исполняют. Игра дорогими отоворотики. года иroход, разговаривайте с уроками, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Организованная пятью студентами университета Тамагава группа Гетон довольно быстро приобрела известность. В России она произвела настоящий фурор своим выступлением на фестивале японской культуры в Москве в 2017 году. Считается, что удары в тайка производят самые громкие звуки в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слоган года Японии в России звучит так. Есть Япония, которую вы не знаете. Японо-российские отношения имеют длинную историю, но до сих пор мы многого не знаем друг о друге. Знакомство с культурой Японии было бы неполным, если бы мы не попробовали национальную кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Осио Сан не так давно приехал в Казань, чтобы развивать свой бизнес. Дело в том, что японцы не любят цифру 4. Цифра 4 у них ассоциируется с концом, со смертью. Поэтому вы не встретите 4 номер квартиры, не встретите номер 4 на двери гостиничного номера. И вот здесь мы тоже видим 5 специальных форм. Чем они особенны, вот эти формы, почему они парадные? Дело в том, что внутри есть изображение хризантемы. Хризантемы – это своеобразный символ Японии, герб императора. Японцы – великие эстеты. Они украшают свою жизнь постоянно. Из любого предмета домашнего обихода они делают произведение искусства. По одной сразу видно, что он японский, потому что орнамент, который внутри рисунок – это излюбленное японское дерево гинка, клён. Мелкий японский клён с очень красивой листвой. Обычно именно гинка бывает символом японской осени. А японская осень – это всегда красота неимоверная. Я три года проработал в Приморском крае, и расстояние от Москвы до Владивостока на Ходке всегда поражало меня. Разница во времени между этими городами составляет 7 часов. Многие японцы сотрудничают с предприятием Сибири и Дальнего Востока, но большинство русских живет на западе страны. Здесь, в Казани, я узнал, что история России идет не с запада на восток, а Российская империя началась в Казани и двигалась на юг по Волге. Водный транспорт курсирует от Балтийского моря до Чёрного, а связывает их река Волга. Таким образом, я узнал, что Россия – огромная страна, и простирается она с севера на юг, а не только с запада на восток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из принципов японской духовности – вводить новое, не отказываясь от старого. Значит, традиционное и новое для японцев неразделимы. Дима Торзок 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 В 2018 году пройдут мероприятия в культурной, научной, экономической, образовательной и других сферах. В начале года у нас выступала вместе с фондом Сфарзанда известная японская молодая пианистка Саяка Накая, которая, надо сказать, очень приятно выучила произведения нашего татарского композитора Эльмира Низамова. То есть мы ориентируем тех японских молодых людей, которые взаимодействуют с Россией и хотят взаимодействовать с Республикой Татарстан, на то, чтобы они изучали нашу культуру и являлись в какой-то степени ее проводниками и у себя на японском рынке. И нам приятно, что японские молодые люди откликаются на такие, значит, наши призывы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА